Здрасьте. Здрасьте. А вы только на концерт к нам пришли, да? Друзья, вот только что группа Табула Раса зашла в Клуб Корова. Сегодня в пятницу они были у нас в прямом эфире. А сейчас мы будем смотреть, как они будут играть концерт. Пойдем прямо за солистом Олегом Лапоноговым. Ну, видишь, коровы пишут, что есть скидки. Надеюсь, что на что-то приятное и вкусное. На чай. Проходи вперед, я тебя даже пропущу. Здрасьте. Видишь, дяденька фотографирует афишу. Сфотографируй меня со звездой. Пойдем поспрашиваем у людей в клубе, что они ждут от этого концерта. Я пришел получить ощущения классные, искренние. Группу Табула Раса за что любите? Я люблю группу Табула Раса за то, что у них такие песни, которые мне нравятся. Табула Раса, в моем понимании, появилась в девяносто пятом году на территории А. Был по СТВ. Прикольная передачка. Вот для меня она оттуда вылезла. Хотя она, по-моему, сколько я помню, с восемьдесят девятого, да? С восемьдесят девятого. У них девяносто восьмом, кстати, попорческий перерыв. Да, на пять лет. Он двадцать минут назад должен начаться быть. Ну, необходимо. Нет, это для меня. Для всех, кто помладше, это, не знаю, показатель, не показатель. Для меня, все, кто с территории А, это все суперовские. А вы зачем пришли на концерт? А я вам потом фотоаппарат отдам. Послушать группу свою любимую. Ну, одну из самых любимых, скажем. А вы давно их слушаете? Да. Ну, сколько лет? Сколько лет, ничего себе. Я так скажу, что я еще училась в школе, и мне уже не нравились. Вот так вот я скажу. Уже еще на кассетах вот эти, вот записок. Да, и ведя клипы еще первые, вот вышли, по-моему, они даже самые были, ну, прикольные. Из всех, которые туда были на Украине, это были самые такие профессиональные, более-менее. А что больше всего привлекает именно в этой группе? Душевность. И музыка, мне музыка нравится. Вот мое. Чтобы оно было от души, так? О, да. И вицерте. И весело, и драйвово сюда получается, ну, классно. Отлично. Держите ваш фотоаппарат. Спасибо. Вы прекрасно справились с ответом на вопросы. У нас есть второй мой товарищ, замечательный. Его зовут Влад Леонов. Влад, привет. Добрый вечер. А ты тут зачем вообще? Я на концерте. Я тоже поклонник творчества группы Табула Рассы. И как давно? Вы знаете, не очень давно, потому что вообще в творчестве этой группы было два периода. Первый это, ну, первый, второй это второй. Во-вторых, они изменили звучание, оно стало более модным, так сказать, для хипстеров, скажем. Ну, и, соответственно, музыкальная составляющая очень похожа западным аналогам. Ну, разные брит-поп, группы поп-рок, то есть есть какие-то ассоциации с Оазисом, с Франц Фердинандом в плане гитары, ну, и других инструментов. А что ты больше любишь? Портвейн 3-7-ки или творчество группы Табула Расса? Очень сложный вопрос, но все-таки Табула Расса, потому что душевнее они. Но сегодня, наверное, нужно будет совместить и то, и другое. А с каким алкогольным напитком можно сравнить их музыку? Наверное, сидр. Сидр? Да. Легкость, да? Легкость, да, и воздушность. Легкость, да, и воздушность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok